всем доброго времени суток друзья с вами сок и это days gone жизнь после продолжаем прохождение прошлой серии мы с вами нормально так побегали поискали а именно поискали динамит по пещерам вместе с нехорошим человеком шиза и поискали самого бухаря который нажрался и в общем-то держал путь куда глаза глядят также мы прошлой серии с вами потратили все бабки до получили второй уровень доверия в лагере железного майка и потратили собственно говоря все байки бабки на байк да теперь байк у нас красивый хороший но денег у нас нету ладно следующее задание у нас вроде как называется сюжетная так вот это да так выжить не значит жить насчет руки бухаря встретиться с реки я так понимаю что это как раз таки мои догадки по поводу протеза будут постепенно оправдываться в каком ключе они пойдут я пока не знаю но мы с этим разберемся идем разговаривать с реки а после наверное будем выполнять задание для лагеря железного майка реки я у меня к тебе просьба насчет руки бухаря ты вот крюк сделала и он классный но было бы очень крутую типа вместо крюка не знаю прикрепить нож ну короче клинок понимаешь погоди помоги спасибо ну так извиняюсь но ты хочешь чтобы я сделала протез с клинком для бухаря ну да вдруг понравится почувствовать себя нового типа как боевой робот до android терминатор не то чтобы прям как да ладно я стивусь это рада идея гляну что у меня есть и скажу тебе что мне нужно идет замечательно супер что он типа то делать действительно что нам-то теперь делать подождать вызова реки насчет руки бухаря ладно поговорим то нас реки в общем-то возьмем задание дик я очень волнуюсь что не так сестры батлер абигейл и габи знаешь их но так мельком видел что с ними случилось вчера пошли на рыбалку и не вернулись берег озера безопасен если только в болото не заходить в том-то и дело они были не на лост лейк пошли на восток к металлиус ривер что им не сиделось понял ладно я их поищу дикон спасибо большое хорошо ну что денег у нас особо нету будем как раз их зарабатывать и отправляемся на задание на рыбалку пройтись по семейному месту рыбалки отлично прыгаем нашего железного коня и погнали до фара у нас прикольно теперь треугольная ладушки ну что мы доберемся туда надеюсь без приключений а возможно с приключениями что будет даже очень нам на руку этих ребят выстрелами не отпугнешь свой качей я имею ввиду придется как-то с укачами решать вопрос и я думаю что здесь иначе мы есть иначе мы с вами можем попасть в просак чтобы получать скоб он иди на хрена нет я не в настроении а где 2 чё тормознул то я тут дорогуша иди сюда замечательно только я предполагаю что мы с вами привлекли внимание всех остальных да вот еще один клиент подходит башка разлетелась все есть башку снесло ха зачет бухарь слышишь меня это дик спит наверное черт извини не хотел тебя будить брат целый день лопатой махать я после такого моментально врубаюсь что происходит просто хотел узнать как ты там а то вдруг ты опять решил прогуляться под луной с фриками поплясать за меня не переживай а ты как слышу катаешься там где-то мне надо поспать поговорим потом отбой дик есть для тебя кое-что привет майк слушаю рикки дала мне список сказала что для бухаря просила связаться с тобой а сама она где там у них сэдди какие-то дела я не спрашивал в общем нужна труба из оцинкованного металла такие настройках бывают еще нож из углеродистой стали охотничьи еще металлолом ты понимаешь зачем ей это все для брата это ты сам сказал лучше не спрашивать конец связи так что мне нужно нужен нож труба и металлолом о господи реки труба труба ну какая попала не подойдет да нужна труба с какой-нибудь стройки стоп 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 секундочку я вроде видел недостроенный дом в мэрион форекс вот там надо поискать звук так ну все по и поищем трубу ты сначала выполним задание хотя я вот у меня что-то родилась большая большая идея может поразвлекаемся над вон той ордой пока она там тусит давайте наверное сделаем быстрое сохранение здесь правильно так сохраняемся или нет значок появился задолбали одним ушака осталось один из процентов то есть если мне придется стрелять то мне придется стрелять уже наверняка этот нас явно сейчас спалит не допустим этого момента у меня осталось глушака на один выстрел с патронами ну не очень все хорошо конечно ладно давайте перебинтуемся и попробуем поразвлекаться над вон той ордой если она скажешь не заметит не зря я сохранился это так что у нас есть в принципе я так понимаю что у нас у нас с вами куча куча взрывчатки с собой правильно нет стоп у нас всего лишь один коктейль молотова ресурсы есть три фугаса 3 осколочные гранаты так мне нужен фугас нет давайте сначала стал самым мощным оружием будем пользоваться в случае если нам не повезет ладно подбираемся тогда поближе надеюсь мы их не согреем если согреем то нам придется конечно быстренько быстренько сваливать но я не уверен что у нас это получится байк далеко и байк у нас как раз в направлении этой самой орды ребята только давайте вы будете тусить на месте никуда не соберете сети тогда я вас в общем то смогу рассказать ну по постараюсь по крайней я что-то смогу это слишком громкое слово так что у нас есть ловушки бомба с дистанционным подрывом противопехотная мина бомба с датчиком приближения еще какие-нибудь бомбы есть отвлечения монок монок бомба монок ну рванет она еще дальше нет это мне не нравится ладно давайте ловушки допустим бомба нет блин все-таки давайте попробуем воспользоваться манком привлечем их в определенное место так и выбираем гранату валим отсюда ребята я не знаю сколько мы успели завалить их но я думаю что мало судя по звукам за нами немного много сваливаем таким макаром мы сейчас они для думаю что сейчас успокоиться мы к ним вернемся и попробуем их перебить до конца получится у нас это я думаю что получится так ребят давайте по одному счету я прям совсем мажу тебя надо уорачиваются хорошие какие так уж и собираем судя потому что я вижу там все они от меня отстали соответственно можно потихонечку попробовать добить их их будь весело если мы сегодня справимся с ордой прям реально весело да вот они все но они я думаю что возвращаются обратно так ну что попробуем папа повырезать наверное ту часть которая отстанет они явно пойду сейчас на то же место байк поставим на всякий пожарный вот где-нибудь как-нибудь так чтобы могли успеть свалить от них на прот перезарядиться сколько ж мы интересно положили и сколько мы потратили на это осколочный гранат все 3 до плохо делом ну что поделать ладно начнем реализовывать план по отстающим интересный хоть половину положит не половина на положил ну хотя бы 3 ты положил я так отсюда наверно тоже будет примерно удобно их валить да попробуем что у нас еще есть отключение приманка манок а я так нихрена не вижу вот так вот в принципе вижу и фугас давайте-давайте собирайтесь ребята собираетесь нормально так фугасом получилось положить много ну там еще тоже часть есть пятеро до осталось так выходим напрямую на дорогу чтобы они были все в поле зрения так тебя мы реквизируем с помощью концентрации раз два три четыре пять шесть уши кушаем пожалуйста в студию еще двое орда из пещеры метолиус 3000 опыта лагерь железного майка денег заработали до денег заработали 1900 единиц истребители орды осторожно так и что у нас оружие доступно истребители орды это что smp9 а еще очко навыков получили хорошо но мы потратили на это дохрена ресурс на самом-то деле чем все фугасы потратить по большому счету а это что здесь это это что вообще типа глюк такой баг 60 ушей а 60 ушей собрано ништяк замечательно что борту мы с вами завалили давайте продолжать путь на задание лагеря железного майка только надо байка добраться а после этого отправимся за трубой для протеза как я понял там никого не осталось вообще мне показалось что когда мы смотрели что здесь группа ли этих фриков пошла в другую сторону ну может быть все таки монок сделал свое дело мы всех привлекли и всех завалили ну орду засчитали за счетом можешь рассказать реки ладно начну оттуда отбой так ладно начнем отсюда отбой а в машине ничего нет у нас не вообще металлоломба нужно чтобы биту сделать удочка то самое это точно то место начинаем начинаем отслеживание да ну нафиг ни хрена себе мародеры но явно они их не на продажу для личного пользования господи пятно а я слышу там стрельба уже идет впереди ну то есть нам к аккурат за заборчик сломала удочку об его голову молодец абигейл не сдалась без драки не говори прям натуре молодец что у нас следы ведут туда но у нас явно за забором движения есть какой-то следы ведут по этой дороге мы сквозь берете мы спалились ребята ну чё поделать я надеюсь мы сможем это сделать отсюда конечно забор такой себе хлипенький тихо тормозит тормози ты чё так бинтуемся вдруг у нас сейчас конец снайпер попадет и нам будет совсем плохо перезаряжаемся и собираем рез и полом ништяк надо перезарядить через доски не пробивает да я в жизни поверю ухты супермен ребята не против супермена справились сука это явно снайперок откуда у нас палит а сюда так откуда-то оттуда там фрик лазит что ли да это фрик упс походу фрику хана а может и нет вроде всех оприходовать нет еще где-то где-то кто-то стреляет где-то вот в кого они там стреляют наверное фрика в кого еще они тут могут расстреливать так здесь никого не ничего и никого не обыщешь хорошо автоматы тыры пыры чем у нас здесь вам скорее все где-то валяется оба здесь вам замечательно 3 лома да у нас нам нужно больше хочу больше лома мне нужно больше лома ладно пособираем пока здесь всякие ништяки там тут от фриков отбивается ну пускай отбивается мы им мешать не будем явно союзников здесь у нас нету так это тряпки 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 бинты мутим бинты коктейли молота у нас все есть хорошо все остальное вроде как нам пока не нужно ты там кушаешь дорогая да кушает близить еще что-то можно было взять молоток нас трилома внутри вам нам мало походу человечек сожрали больше не разговаривает и не стреляет скрываем освобождаем наших девчонок ну смысле не наших девчонок из лагеря так там разговариваешь и ты разговариваешь но есть нет нет фриков нету ладно и убили или это скоты бедная абигейл зато одного прихватила с собой реки я нашел агидею слава богу я уже нет 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 она мертва реки мне очень жаль я продолжу искать габи если она здесь да не весело одной девчонки пришел капут ладно этих козлов мы всех расстреляли в общем то надо было конечно их ножиком пощикать но чё поделаешь да девчонка есть не бойся я тебя не трону я 3 они убили мою сестру убили абигейл на нихер ходить в акап пули в апокалипсис далеко от дома и сочувствую давай вернемся в лагерь давай пошли со мной ладно давай давай вы уже блин сами справились молодцы минус одна сестра ладно четыре тысячи опыта мы получили 700 доверия ну и бабло заработали хоть на заправку байка хватит и патроны ладно нам здесь больше делать нечего хотя в принципе конечно я бы еще ломба поискал бы в тачках да думаю что он мне нужен а у нас есть уже 7 единиц лома ништяк еще вам есть и мы можем сделать биту с биту с циркулярной пилой правильно так создать топор из биты опана хорошо прикольно агун циркулярку посередине в середину засунул блин винтами прикрепил круто теперь у нас есть крутая бита ладушки так стерилизаторы бинты нам не нужны еще чем здесь полезного полезно больше ничего нету ну фрики где-то лазит ладно что же я так понимаю что нам пора отправляться за ингредиентами для руки бухаря возможно возможно воспользуемся быстрым перемещением если конечно вообще два километра и так уж и так уж и близко это у нас не полный бак да а у нас же байк бак теперь правы ну про модернизированный ухо ничего себе так а мы сюда сможем переместиться нет не сможем а сюда до быстро перемещение у нас работает сорян нет нет он не ту кнопку нажал бывает до самое ближайшее место у нас вот здесь вот с вами мы сюда без переходом сможем добраться и там стопудово найдем канистру я просто в этом уверен ладно что ж мы сегодня с вами с вами до 2 процента мы сегодня с вами уже успели размотать орду прям явным образом реки я ее нашел жива слушай она не захотела идти со мной отправь навстречу кого-нибудь кто ее знает она идет в лагерь хорошо отбой еще здесь не будет топлива не поверю по-любому валяется где-то канистры привет опять мне работу подкинешь ладно заскочу конец связи бензин до канистра за них отцена слышишь да майк слышу реки рассказала как тебе удалось как ты спас габби я я просто хотел сказать спасибо я эту девочку с колыбели знаю конечно майк мне только жаль что я не успел помочь обидел спасибо за это до встречи я рад что ты на нашей стороне отбой майкет качество хорошо но какого хрена если из твоего не знаешь ты нифига не научил ее уму разуму потому как опа стопа тормозим потому как совсем не было поступать так как они поступили мы все знаем каково это терять близких ладно до встречи реки патрончики ладушки ну что едем 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 да нам недалеко осталось хорошо там же есть заправочка если что для быстрого перемещения для возвращения железный майк нас поблагодарил ничего себе уважает братан так выживший поможем бедняги был если под огонь не будет подставляться то мы ему обязательно поможем все уши наши чур 5 ушей ништяк ну что держись держись я иду и слушай водища тебя загрызут я знаю один лагерь лагерь где где покажи мне покажи я пойду да ну конечно же в лагерь железного майка и дик лост лейк спроси реки потил она тебя впустит дикон 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 сент-джон просто держись подальше от дорог скажи дикон дикон сент-джон назови меня по имени братан эх мы сегодня доберемся наконец-то для до этой трубы или нет там же наверняка будет что-то интересное ёкарный бабай вот это я не подрассчитал зато эффектно приземлился 59 метров ну и чё ты побежал то ты думаешь я туда пойду пешком плена выстава кстати мы сделали с вами биту топор надо бы ее испробовать иди сюда иди сюда ну ладно это в принципе ожидаемо потому что это шакал никакой металлическая труба не такой сильный ладно ищем металлическую трубу наверняка здесь есть еще что-то полезное допустим винтики так 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 вот же металлическая труба это палка подойдет смысле что подойдет-то нож где мне искать нож так так вот это что труба видел магазин снаряги для охоты я не понял ребята мы уже что-то нашли что ли получается чуть хотя бы по анимацию какой-то нарисовали ладно магазин для снаряги далеко зараза не привлекай внимание не привлекай внимание вот так порядок тогда эти металлоломчик соберем и так и мясо обязательно пока посмотрим куда вам ехать а тут недалеко можно пешкарем пройти но мы естественно байки поедем мясо е-мое что если его все врезаются видимо не привык еще к парам к модернизированным нашему байку тормозим теперь надо только найти нож опять же будет эта анимация что мы нашли этот нож наверное в витрине где-нибудь валяется до удочки поближе что такое я на верном пути а при чем здесь а кто-то его спер по ходу этот нож так и куда нам идти дата сюда что-то фрикона кто-то этим ножом разделал вот ты где смысле вот ты где сюда да как тебя отбросил то дружочек клинок да мы нашли зачет нужен металлолом собрать металлолом ну наверное будем в тачках искать хотя я скорее всего здесь уже все обыскал свое время может и нет так здесь нету да эти тачки уже все облутаны здесь нету здесь здесь что у нас паука блин с металлолом конечно будет туговато в багажнике у нас скорее всего не металлолом там обычно что-нибудь полезное типа бинтов аптечек в данном случае керосин валяется у папа папа надо ехать туда где много машин да наверное так и поступим чем там по бинтам по бинтам все хорошо где много машин где у нас много машин с вами где можно металлолом взять давайте смотреть тире 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 здесь вряд ли надо нам какой-нибудь какой-нибудь туннель там обычно много много металлолома давайте сюда по поедем съездим пол километра не так уж и далеко ну в общем ты не близко стоп нам всего три единицы нужно обычно в машине как раз столько и есть если здесь будет металлолом я буду счастлив то нам не придется куда-то далеко ехать и где-то его искать его поесть металлолом все зачет зачет я думаю что мы собрали с вами десятки металлолом охватить так отдать детали реки у нас с вами сколько в баке явно не хватался так ладно сзади была заправка насколько я помню заправляемся пользуемся быстрым перемещением и отвозим детали правильно реки бутылек валяется можно захопать есть контакт пивная бутылочка то давай ты перелезь ты можешь тупой от роде вот так готово ну теперь ты нас точно даст доставит туда до махом об есть контакт ну и соответственно денег мы там уже заработали вот твой получается что и заправка у нас тоже с вами включена стоимость тем более что 31 процент топлива действительно бак попал побольше стал то я крылой пароль я знаешь слезай пошли отдавать детали привет я тебе принес все детали круто я что-нибудь придумаю ты зайди потом реки спасибо но бухарь теперь наш в смысле ваш блин они его приходовали что ли бухари то насчет руки бухаря на 49 процентов то есть это только по заданиям лагерь доверие терпыр и 8 дыр и хорошо все у нас ништяк пойдем-ка сдадим трофеи а мы же с вами орду за хрена делать 116 ушей реджа это трудяга на сегодня это все 407 доверия подняли ну и бабла чуть-чуть так ну и пошли теперь за наберем себе что же ты так давно не заглядывал припасов как дела патроны 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 плюс нам нужно кофр забить потому что мы новый кофр с вами поставили который я так понимаю в котором можно теперь два раза запастись и мы можем световая граната нелетальная 100 гранатами риска образца это зачем она нужна отлично слушайте но если она есть давайте закупим может быть каких-нибудь мародеров будем глушить так осколочный гранат нам не дают не доверяют пока что у нас 4000 оружие нам не нужно в лагере ласт лейк вернуться в лагерь жизненного майка поговорить с микки что у нас еще одну трудовой еще да блин еще придется потрудиться что ли кого-то завалить съездить или что до задачу такер есть но мы туда не поедем не хочу я стакер работать денег у меня хватает в принципе оружие здесь лучше ну что придется значит разговаривать с реки выполнить еще одно задание так как сюжет у нас пока закрыта что случилось тебе знаком некий джошуа харпер харп да да знаком никогда этому козлу не доверял у него еще бандана такая черная все на голову и на мату как хипстер да да и чутье тебя не подвело он пристрелил дэна лэйна в спину проигравшись карты и слинял боже куда слинял то патруль видел как он направляется на юг они побоялись к нему подойти думаю он присоединился группе намадов мне очень очень нужна твоя помощь я понял разберусь я отметила место где его видели спасибо дик не проблема хорошо ладно нам все равно пока делать нечего сюжетных заданий у нас нету садимся на байк и отправляемся если у нас туда быстрое перемещение с вами сюда на без заправка я так понимаю быстро перемещение то значит сюда давайте отсюда явно быстрее придется ну сможем добраться до места правильно так много шустрее упа ни хрена какая разруха а ну дальше я устроил шучу так было до меня круто спасибо реки скоро буду конец связи интересные места кучу крестиков на карте ей нам не успели мы уехать протест уже был готов всякие триггеристы все выполнение задания слишком далеко от места если что у нас бензином гарпера его люди отправились в комп реки просто спросила конец тянуть время ладно ух там он сейчас нелегко придется давайте ребята сделайте все за меня и говори давай в общем фрики они добрались до него первыми не очень просто но ладно хорошо сделаю да у нас что-то с байком случилось между прочим 2 процента топлива это них у хрэм украины ничего его завалят нет или на нас пойдут нападать походу на нас пойдут нападать завалили завалили так не мешайся пора обедать дети а я тут банши не ари а то еще кого-нибудь привлечешь к нам поспать лишь все хорошо ладно забираем бандану и собственно столько ищем металлолом и кроме металлолома нам еще пригодятся с вами бензин по-любому вообще надеюсь хоть здесь он есть стерилизатор нет места лом все есть но черт ну и жесть лом конечно хорошо дайте бензин блин если с бензином жопа то я в жопе как говорится мне кажется что здесь бенза нигде нету блин засадос попадос да то 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 так чем здесь поблизости есть у нас здесь заправка есть поблизости да принципе нам придется наверно нее и бежать а принципе можем я думаю под наклоном дорога поэтому скорее всего мы сможем с вами у нас там есть какое-то количество топлива еще два процента и какого-то хрена у нас байк разбит я не понимаю кто нам вот так поцарапал давай посмотрим ладно лом есть на радио очень сможем ла ночью садись садись давай на два процента попробуем доехать а он даже не завелся в общем должен был завестись два процента то что два процента пойду поговорю с реки заберу свои кредиты накатом накатом братан на на горочку теперь с горочки об об по прямой по прямой наката больше а ничего вроде как вышли из ситуации надо под заправиться конечно мы же на парах собственно даже двигатель не заводили ехали ладно здесь все очищено и это нам на руку заправляли до перед походу я забыл его заправить перед тем как отправиться на миссию но вот только я его слышал но отреагировать не чтоб да брось ты канистру ну животные держат в тонусе я хочу сказать так тут дофига машин да ну конечно нужно сначала поднять байк при этом бросить канистру поставить канистру на место спокойно разработчик не удосужились нам сделать то что надо топлива везде в игре навалом а если у нас здесь лом он в этих машинах лом есть то он всего одна единица нету лома плохо понятно ладно не будем заморачиваться ну что отправляемся быстреньким быстренько отправляемся в лагерь до надо с заправкой надо было что-то сделать типа типа чтобы автоматом не знаю предлагалось заправить байк когда въезжаешь в лагерь это во первых во вторых вот это вот то что как бы после быстрого перемещения около лагеря останавливаясь ты уже слез с байка а байк не на территории лагеря немножко раздражает вставлю прямо вот сюда ладно поняла сейчас закреплю так лучше а так эй брат глянь что она сделала новая игрушка ну придумал я реально круто бухарь эй а я теперь прям прямо как мушкетер защищайся у меня только один вопрос а на хрена нужна была труба нож я видел но собственно все остальное мы видели до этого это точно хорошая мысль лагерь железного майка так после 500 доверия чуть-чуть бабла ладно ну и сюжетная линия связанная с бухарем куда ж без неё ёкарный бабай ладно что у нас так и нам нужно еще сдать задание реки да я так понимаю да давай сдавай бандану привет реки вот бандана харпера да я так сказал спасибо я сообщу людям дэна зачет за карточной игрой 5000 опыта так 1150 зато 2 250 денег насыпали сколько у нас здесь уже шесть половин тысяч можно немножко дальше прообрать байк я думаю до механика здесь у нас как жизнь в лагере здесь же мы вроде как бы все выбрали насколько я помню ну да то что нам было доступно кроме третьего уровня все мы здесь уже с вами поставили а вот в дизайн нам вроде как денег а хватило только на что-то не хватило вроде пробежимся тормоза 150 еще предложить покупаем прочность не сильно влияет на самом деле да но красота красота требует жертв крыло есть здесь есть да то есть получается мы все здесь сделали окраску окраска какая-нибудь новая краска нам доступна но это не то что я хотел тем более не стоит вообще ни гроша соответственно я на это внимание даже обращать не будут заправляемся ремонт нам не требуется что у нас трофеев у нас в общем то нету чё на сам 38 метров ты вернул мне руку а продолжение разговора с бухарем сейчас мне надоело бегать по твоим поручением ты узнал или нет но так выкладывай у меня к тебе еще всего одна просьба ты что не слышал что я сказал с меня хватит забудь у нее есть личное дело одна просьба но уже что-то уже что-то то есть наверно не в этой от следующей серии мы будем уже разбираться вторым да помнишь я говорил тебе про того гада из нерва на убрайна он что-то выяснил но сперва у него конечно же еще всего одна просьба ну удачи поехали со мной я да ну меня ж на огород послали выращивать странную траву всем на это подождет я потом тебя подброшу давно ты видел вертолет скажу а ты выкрутил мне руку хорошая шутка я оценил классно вот это поворот с бухарем мы еще не ездили на задание мэра куда мы едем сторону мил аква лейк знаешь где это да это северо тоннеля кэмп рог рядом с волда рог зачем туда там должен приземлиться вертолет мэра что-то они там будут делать у брайан просит выяснить что им там понадобилось значит а брайан он теперь типа твой начальник приказа раздает не только ты знаешь зачем мы это делаем мы просто по моему если он велит прыгнуть ты спросишь только откуда все совсем не так как твои дела то неплохо бывало и хуже знаешь грядки полоте и все такое мне даже нравится прям как в детстве я на лето всегда ездил на дядину ферму на границе сайдаха горбатился на грядках со сверлой у него был маленький кроссовый мотоцикл на нем ей научился ты смотри скоро начну звать тебя фермером виллом как доберемся держись рядом и главное не показывайся на глаза им дай только повод пострелять ладно ладно я понял не шуметь рта не раскрывает на рожан не лезть спасибо что взял меня с собой приятно снова гнать по дороге хоть и пассажирам да так держись рядом прикрою спины так то мы можем сохраниться не можем да мы уже начали миссию блин плохо я хотел сохраниться то с ним я еще ни разу не выполнял я думаю что не дай бог он нас палит ты можешь присядешь сразу дружочек ты вот он не думал что еще когда-нибудь их увижу смысле в небе ладно теперь смотри сначала выходят солдаты делают обход сектора потом их вундеркинд исследователь ученый или кто он там выходит осматривается для чего ну какой-то научной хренью они тут занимаются мне-то откуда знать но ты же за ними следил так жди здесь а нам типа вертолет маячок не нужно засовывать да с этой стороны нету полева ну-ка успеем нет или запалимся что это вас там док серьезно если хочешь знать мы собираем образцы помета то есть так секундочку выберем сразу камушек наверно да на всякий пожарный шахтерский салат блин так погнали до 5 что люблю далеко от ученого ну а как если они на меня смотрят вы считаете я супер герой так он пойдет в ту сторону гант то есть имеет смысл прям там в кусты и за свои залезть хорошо попытаемся ну то есть заранее прийти именно туда в ту в ту точку как минимум начать я думаю с послушивания именно в точке в кустах которые ближе по направлению куда он должен будет пойти так что я не могу воспользоваться камнем или что так иди наверное сюда сходи погнали и кусты кусты вот эти кусты получше будут нас не спали надеюсь у нас не спали надеюсь так я насколько помню активируется у нас все это дело с 15 метров а ты давай в другую сторону чего а ты туда и давай иди разошлись разошлись 15 метров погнали серьезно ну если хочешь знать мы собираем образцы помета то есть говно да говно фриков то есть нас послали хрен пойми куда чтобы вы собрали говно фриков вот именно ладно я так спросил заметка номер 2 1 0 2 анализ образцов помета из зон 2 3 и 4 б выявил следы критонии пронзенно-листной а это что в обиходе шахтерский салат не перебивай меня а также однодомных ягод можжевельника а зачем нам это знать зачем нам это знать это означает что фриги едят не только нас и друг друга они едят ягоды растения траву хвою почти все то же что олени они все ядные как и мы но их желудки могут переварить намного больше видов клетчатки ну ладно понял и что с тобой это значит что когда мы закончимся они не умрут с голоду прийти с нами всерьез и надолго черт это плохо да плохо все я закончил ладно ты иди назад к байку а вот это интересная информация получается что когда мы закончимся смысле люди то фрики не переведутся это хорошо так ты иди давай туда ты давай иди туда не того согрел да а теперь того да да а мы соответственно линяем отсюда валим 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 да всеядные значит кстати фрики это не зомби это собственно фрики то есть пораженные какой-то хренью люди потому что зомби всеядными не могут им нужно либо мясо либо мозги ты слышал что было по рации надо слышал наши налоги идут на собирание дерьма фикано да я говорю я знаю что эти налоги у них наверняка должна быть где-то база не просяк где они всегда уходят на юг и скрываются за горами по трассе ходу нет так что не подберешься от сволочи вот и шоковая явно совестничество так нам что браку ехать хороший вопрос о браин прием ответь о браин слышу тебя ты закончил да все готово где встречаемся я не ждал тебя так рано сейчас скину тебе координаты но мне нужно время чтобы туда добраться конец связи но зашибись он думает я тут типа прохлаждаюсь ну чё походу ты прав он тот еще козел тот еще козел нет он просто спецагент который всего боится между прочим судя по всему так 89 метров мы уже почти доехали жди здесь а то увидит что я не один может психануть ладно пригляжу за байком на уродов из нера сегодня уже насмотрелся хорошо я скоро буду о браин сказал он должен мне кое-что сообщить он знал ее второе имя ирен неужели она жива но заставляю всего так почему она не могла а хрен его знает братюнь сейчас будем разбираться точнее сейчас нам расскажут я надеюсь почему я не могу бежать быстро не работает бег он один то есть у нас даже никакой охраны не будет вот он но судя по данным архиве она полностью восстановилась и ее перевели в другой лагерь на крайне чем то есть она она может быть жива так значит она сейчас может быть где то нет в каком смысле нет лагерь уничтожен все было уничтожено никто не выжил но ты выжил и они выжили слушай никто не смог бы спасти тот лагерь эта трасса 97 была и остаются артерии зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов из Сакраменто их были тысячи много тысяч а кого взяли с собой персонал персонал صل солдат что ли у которых должны были защитить гражданские ни vocês Да, да, я хорошо знаю, что так умерло. Вы ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь, могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я понял, я понял, я все понял. Да. Я надеялся, что она все-таки жива. Я очень тебе сочувствую. Да я в общем всем нам сочувствую. Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней, да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О, Брайан. Спасибо тебе, что спас ее тогда. Да, ребятушки. Очень плохие новости. Я надеялся все-таки, что... Саруман, бежаль. Да, О, Брайан. Тебе жаль? О, черт. Я только время тут теряю. Ну, это, конечно, не факт. Куда Бухарь делся? Ну, здрасте. Бухарь! Бухарь! Ну, твою мать, где ж тебя носит, придурок? А, черт. Ну, и ты взял вот так быстренько по следам его нашел? Ладно. Бухарь, куда ты подевался? Ботинки. Это его следы. Как он так пошпарил-то? А? Куда ты пошпарил, Бухарь? Это что там? Так. А, я понял. Это что такое? Кухоль пошел развлекаться своим клинком, да? Куда? Так, сюда. При этом, хриначит он упокоители, насколько я понимаю, да? За, за, за чёт. Вон, там ещё один упокоитель. Ещё один. Да, Рики, я здесь. Что такое? Тебя тут искал Шиза. Он сказал, Бухарь не вышел на работу. Я, я волнуюсь. Всё нормально. Он со мной. У нас тут дело. Передай Шиза. Мы будем через час. Хорошо. У меня почти всё готово, чтобы заняться трансформацией. А? У кого в силе? Да. Да. Ты тогда скажи, как соберёшься. Горячая вода? Я тогда из душа просто не вылезу. Да, хорошо. Звучит здорово. Слушай, Рики, мне пора. Конец связи. Пора ему. куда бухарь развлекается как я не знаю что тут у нас так еще да да еще следы еще следы бухарь пошел во все тяжкие клинок получил и шпарит собак ну и надеюсь упокоитель же да судя по всему покоите ну ладно этих хотя бы не жалко его можно понять он из-за них без руки остался он даже можно сказать здесь метка то вон она ну что бухай бухари ну чё за хрень опять пути пистолет малый затарится гляжу упокоители прикинь убивают собак он не заражена он обычный пес они по приколу убивают здоровых собак нет нет нельзя его так оставлять так нельзя нельзя короче давай я я сейчас правда ты ты можешь ну дружок тихо тихо не бойся сейчас господи дик вот блядь ничего сейчас я тебя потерпи дружок какая неестественная шерстью собаки готов я готов о фанатике дальше минус минус где еще еще есть кто-нибудь а бежит еще один тоже минус это все а мне нужно собственно я так понимаю защищать бухари да блин 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 бухать и так далеко от меня от не уходи как эти защищать то буду в принципе сам хорошо справляется с ними дальше стал мы передохни нормально я пока лом соберу ты прям разочарован конечно вижу этих мразей понимаешь я ненавижу пойдем пора уматывать отсюда ну как никогда не будешь если ты перебьешь вообще всех упокоителей бухари то в принципе в расчете будете а что нет я конечно так нехорошо говорить но я думаю жизни всех упокоителей будут стоить твои руки в общем-то а может и нет если бы ты не сделал для меня эту штуку в смысле руку не знаю чтобы со мной было все бы с тобой хорошо было только тебя вот не слышно нифига ты где там но ты привыкнешь куда деваться выбора ты ни у кого особо не согласны так ладно да байка я так понимаю и в лагере на сегодня нам новостей и нововведений уже хватит получается что сара мертва ну опять же это не доказано это не доказано что старый мертва но я думаю что все-таки мертва ты знаешь о чем тот хрен в скафандре что он сказал неважно выкладывай давай бухарь то вот сейчас зря это затеял дина думаешь я тебе одной клешню не наваляю колей что он сказал отвали что произошло с где твоя жена дик она умерла бухарь сара умерла да твоя сара давно умерла ты не думаешь что хватит о ней скорбеть я думаю что у тебя зверский левый хук козлина ну право то нет только левый хук и при этом я тебе вломил три раза подряд но на стоп ты не сопротивлялся если так то во-первых он дает под моим управлением лагерь не у меня сейчас смена подбросишь меня это к северу от кем шармана ладно за ящики валяются странно но они вроде без иконок ночи не активны да ну на самом деле чё надежда то умирает последний поэтому собственно дикон сэнд джон и расстроился он ее давно наверно похоронил конечно же но не смирился с этим а потом ему дали надежду что возможно все-таки она жива ночью она умерла и не ты никто либо другой не смог бы ничего сделать я должен был быть ней и чем бы это помогло ладно все хватит да чё хватит то мне все таки я лелею надежду я естественно не знаю сюжета из естественно всякое всячески избегаю себе самому спойлезли на связи я не знала слайдом кружица лучше на нас напали эй где твой друг он не пришел на работу сегодня что творится да ты просто заткнись и послушай я повез его на работу и на нас напали упокоители о господи где рядом с кемп роук сообщи железному майку карлос идет сюда и он не остановится о чем я ему толпичал месяцами да я ему сообщу мы движемся в сторону думала через пару минут бухарь будет на месте прекрасно он пропустил пол смены так что придется отработать заткнись шиза слушайте кемп роук это ведь в противоположной стороне от думала выбрали дорогу покрасивее отбой отмазался выбрали ведь дорогу покрасивее конечно а шиза штука так не отвяжется уже будет задавать вопросы чему там делали я думаю ну хотя этом ни хрена не уверен ладно бухарь и доставим и на этом наверно будем заканчивать серию давайте ребята ну работаем энергичней классно он землю за спину кидает спасибо тебе да нет у тебя выбора 6000 опыта 1700 доверия в лагере железного майка ну и соответственно продолжается сюжетная линия у нас которые относятся к к бухарю что ж друзьям сэнжа мы же от вас лейк да блин давайте наслушаем тогда лайк хорошо слушай у нас бухарем вышла стычка с упокоителями они с упокоителями вы что были за айрон рич я же сказал ты слушай майк они были здесь в кэмп роук в кэмп роук упокоители в кэмп роук а это точно были они майк ты что их знаешь трудно с кем-то спутать все такие шрамы и маня убивать все что движется как-то наводит на мысль ладно успокойся мы договорились о встрече с карлосом завтра шиза поедет в айрон бьют он выяснит что тут творится и потом мы ты посылаешь на переговоры шиза господи майк я без тебя знаю как управлять лагерем я сказал у нас с ними будет мир конец связи хрень какая то как скажешь майк как скажешь ты вгонишь всех в могилу еще далеко не факт что ж друзья мы сегодня с вами узнали плохие новости про сару завалили орду вроде как да и можно сказать выгонили бухаря да действительно надеюсь серия вам понравилась поэтому не забудьте поставить мне лайки подписаться на канал если вы еще не подписаны ну и естественно с вами был СОП увидимся в следующих сериях не забывайте писать комментарии и 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 Продолжение следует...